Здравствуйте! Новости 24 на телеканале ННТ в студии Махач Курбанов. Я расскажу вам о последних новостях. Больше детей, меньше налогов. Льготы, предусмотренные президентом Путиным, вступают в силу. Об этом сегодня в выпуске. Вакцинация, здоровое поколение в будущем. Пропаганда отказа от прививок будет наказуема. Новый законопроект инициирован Минздравом России. Мошенничество в ногу со временем. Через гаджет и мобильный банк теперь можно потерять свой капитал. Как не стать жертвой обмана, вы узнаете в сюжете наших корреспондентов. Больше детей, меньше налогов. Госдума для многодетных семей вводит льготы, которые были предусмотрены посланием президента России. Закон об этом принят окончательно. Он освобождает от налога на имущество по 5 квадратных метров в квартире и по 7 в доме на каждого ребенка. Также изменения внесены и по земельному налогу. Те, у кого трое или более детей, смогут серьезно сэкономить. Вычесть 6 соток при расчете налоговой базы. Другая важная поправка. Налог на землю не может увеличиваться более чем на 10% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, упрощается взаимодействие службы и плательщиков. Пенсионерам налоговые органы будут сами начислять льготную сумму. Никаких заявлений для этого не потребуется. Наказывать за призывы к отказу от прививок предложили в Минздраве России. Уже готовится законопроект, который будет предполагать штраф за пропаганду антипрививочной кампании. Как заявляют в ведомстве, через СМИ интернет распространяется зачастую недостоверная информация о вакцинах и вакцинации, подрывающая доверие населения к иммунопрофилактике. Кража по телефону или интернет-развод. В Дагестане в последнее время все чаще в полицию обращаются жертвы мошенников в сети. Новый вид преступления приобрел масштабный характер. И теперь достаточно просто принять входящий звонок и поговорить с якобы продавцом. А там искусственный злоумышленник пускает в код все навыки психологии. Так и случилось с героиней нашего следующего сюжета. Хадижа Курбанова в продолжение темы. Всего было, значит, 102 тысячи 200 рублей. Такую сумму женщина перевела мошеннику. Только поняла это не сразу. Все началось с того, как она выставила объявление на Авито о продаже кухонной мебели. Тут же откликнулись покупатели, обещали предоплату. Надо было только подойти к банкомату, что наша героиня и сделала. Только подошла со своей картой с 8 тысячами рублями на счету. Такой расклад мошенников не устроила, поэтому женщину попросили одолжить карту у подруги. Называет ее данные, то есть имя, фамилию, отчество. И сумма, которая у нее лежит. А я знала, какая у нее сумма лежит. 94 тысячи с чем-то. Он мне сказал, введите то, то, в общем, там есть такая функция сервисы, справки и сервисы, потом мобильный банк и дальнейшие действия. И я просто запомнила один номер телефона, который он постоянно мне говорил, потому что я не могла понять, почему частично переводить нужно было эти деньги. И еще он сказал, что так получилось случайно, что все эти деньги, 94 тысячи, как бы по его ошибке перешли ему на карточку. И теперь, следовательно, мне надо будет сделать еще ряд действий. Ее убеждали, что деньги обязательно вернут. Растерянная женщина делала все, что ей говорили под ту сторону телефона. Ее торопили, путали комбинации различных действий. А в голове у нее был только испуг за чужие деньги. Мошенник заставил пострадавшую снять деньги с карты подруги, начислить на свою, а затем переоформил услугу мобильный банк на свой номер. И тогда он получил доступ ко всем имеющимся деньгам. Когда все операции мошенник проделал, ей сказали следующее. Ну, в общем-то, все нормально, мы вам деньги перечислили, и в течение часа придет ответ. Но тогда у меня закрались сомнения, я подумала, наверное, все-таки что-то здесь не чисто. И я пошла к моей подруге. Во-первых, нужно было отдать карточку. А во-вторых, у нее узнать, все ли действительно у нее в порядке. Вернули ли деньги. Она мне сказала, что у меня осталось всего 700 чем-то рублей. После этого женщина обратилась в полицию. И, как оказалось, она далеко не единственная жертва мошенников в интернете. Таких случаев в республике немало. Только за три месяца в полицию с подобными заявлениями обратились 24 пострадавших. Треть совершаемых мошенничеств в последнее время идет использованием сети интернет. Здесь в абсолютных цифрах это за год порядка мы получаем 250-300 мошенничеств. Раскрываемость преступлений такого категории сложно их раскрывать. Почему? Потому что преступник не обязательно должен быть рядом где-то. Преступник может быть также в другом субъекте Российской Федерации. У нас Россия большая. В прошлом году люди вообще сидели в исправительных колониях Самарской области. И оттуда, сидя там, обзванивали потенциально своих жертв. Мнительные пенсионеры, наивные молодежи и даже взрослые образованные люди. На уловки и ухищрения нового вида мошенничества попадаются многие. Все потому, что мало кто знает, как отличить афериста от порядочного человека. Тем более, когда не видишь его воочию. Вроде по интернету говорят же, чтобы там друг друга сообщения кидают, чтобы вот эти всякие не открывали сообщения, это не открывали. Я думаю, друзья, наверное, тоже подскажут, как лучше сделать. Мошеннические схемы постоянно развиваются, поэтому здесь сложно предугадать, что завтра будет. Если не столкнешься, не знаешь, надо сначала с ним столкнуться, перейти этот путь, потом только ты знаешь, а так вот. Но дожидаться, пока с этим столкнетесь, вы не стоит. К этой ситуации надо быть готовыми. МВД предупреждает, будьте бдительны, не ведитесь на слишком дешевые цены на товары. Обычно за их сбытом стоят лжепродавцы. Не раскрывайте данные своей карты никому, даже если вас об этом настойчиво просят. И тщательно проверяйте информацию о товаре и продавце. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ. При содействии МВД по Республике Дагестан. Контрафактный алкоголь обнаружили дагестанские полицейские в грузовом автомобиле во время рейда на федеральной автодороге «Кавказ». Около 700 бутылок безакцизных марок и соответствующих документов было изъято на месте. Владелец контрафакта тщательно замаскировал груз. В машине мужчина оборудовал специальные полки и скрыл их фанерной обшивкой. Общая сумма изъятого товара составила почти 180 тысяч рублей. Установлено, что продукция принадлежала 63-летнему жителю Осетии. Перевозил он спиртное для сбыта на территории Дагестана. Служите России! В Дагестане с 1 апреля начался весенний призыв. На срочную службу в ряды вооруженных сил призовут около 3000 дагестанцев. О критериях отбора в армию в материале моего коллеги Камиля Девятого. Ряды российской армии этой весной пополнят 135 тысяч новобранцев. Из нашей республики на срочную службу отправится 3000 человек. В сравнении с прошлым годом цифра увеличилась на 420 призывников, сообщил военком республики. В связи с этим издано распоряжение главы республики, где определен порядок работы районных, городских и республиканских призывных компаний. Сборный пункт, так же как и призывные пункты районов, городов готов к приему молодого пополнения, для чего создан необходимый резерв вещевого имущества, индивидуальных рационов питания и других предметов, которые мы будем выдавать военнослужащим, обывающим для прохождения военной службы. Несмотря на большое количество желающих отдать свой долг родине, встречаются еще и те, кто от армии, говоря простым языком, косит. Военкомат объявил в розыск жителей республики, уклоняющихся от военной службы. Значит, если человек не призван или не был направлен на военную службу по причинам, независимым от него, значит, он приходил в военкомат по повестке, проходил призывные комиссии, но не направлялся по выполнению заданий на отправку. Этому человеку обязаны вынести решение признанными комиссиями на местах, районах, городах о выдаче ему военного билета. Ну и есть у нас более 4 тысяч граждан, которые находились и находятся в розыске, которые по повесткам не прибывают в военные комиссариаты, уклоняются от тех мероприятий, которые необходимо провести. Этим людям, естественно, признанными комиссиями, выносятся решения о выдаче справки взамен военного билета. Ну а тех, кто хочет служить Родине в рядах вооруженных сил России, ждут 4 военных округа и корабли Северного флота. Камиль Девятов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Как дагестанка фиктивно выдала замуж свою мать? И другое интересное смотрим в коротком обзоре от Карина Баталовой. Дагестанка фиктивно выдала замуж свою мать. 52-летняя жительница Шамильского района договорилась с начальницей отдела местного ЗАГСа и получила свидетельство о заключении брака между ее матерью и местным жителем, которые никогда женаты не были. Далее, действуя по доверенности от имени своей мамы, женщина представила в Министерство труда и социального развития Дагестана фиктивный договор купли-продажи квартиры и другие документы, хотя при этом не имела намерения осуществлять покупку жилья. Далее она получила около 1 миллиона рублей безвозмездной субсидии, выделяемые в рамках реализации программы, утвержденной постановлением правительства Дагестана. В отношении мошенницы возбуждено уголовное дело. В Махачкале 7-летний мальчик умер после укола в одной из больниц города. По данным Следственного комитета Дагестана, 19 января ребенку в ходе подготовки к плановой операции ввели препарат, который спровоцировал анафилактический шок и судороги. Мальчик впал в кому. Его доставили в детскую республиканскую клиническую больницу, где 5 марта, не приходя в сознание, он скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Виртуальный концертный зал скоро появится в Дагестане. На реализацию проекта республика получит из федерального бюджета более 5,5 миллионов рублей. Соответствующий указ уже подписан премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Виртуальные концертные залы позволят людям в удаленных от культурных центров местах, в реальном времени и в высоком качестве смотреть концерты ведущих российских музыкальных коллективов. Всего в списке на создание таких концертных площадок числятся 33 субъекта России. На эти цели из бюджета страны выделено 200 миллионов рублей. Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исенбаева приехала в Дагестан. Визит прославленной спортсменки в регион связан с проведением спортивно-творческого мероприятия. Каждый ребенок достоин пьедестала. Организовано оно благотворительным фондом Елены Исенбаевой для детей из социальных учреждений, попавших в трудную жизненную ситуацию. Дагестан – один из нескольких регионов, принимающих данный спортивный праздник. Отметим, что последний раз известная спортсменка приезжала в Дагестан в 2008 году после победы на Олимпиаде в Пекине. Ну и к этому часу у нас все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Смотрите также наши новости в Ютьюбе и в Инстаграм. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин